Всем привет! В марте 2024 года линейка больших мотоциклов LEGO Technic пополнилась еще одной новинкой. На этот раз это копия легендарного мотоцикла Kawasaki Ninja H2R. А в чем же его легендарность? Да в том, что при небольшой массе всего в 216 кг максимальная скорость этого мотоцикла составляет 400 км в час. Этому способствует четырехцилиндровый рядный турбированный двигатель объемом почти 1 литр, выдающий 310 лошадиных сил. Об этом нам сообщает картинка с техническими характеристиками на коробке нашего LEGO набора 42-170. Помимо этого на коробке показаны основные функции игрушечного LEGO Kawasaki. А именно, двухступенчатая коробка передач, задняя подвеска и возможность поворота руля. Длина этого мотоцикла составляет 31 см, ну что конечно меньше, чем гигантские мотоциклы BMW M1000RR или Yamaha MT-10, каждый из которых имеет длину аж под 45 см. Ну поэтому очевидное преимущество Kawasaki будет заключаться в том, что его будет удобно хранить в собранном виде. Да, я очень люблю мотоциклы, и в мою коллекцию они приобретаются исключительно для стояния на полке, но не ради деталей. Хотя как ресурсники, каждая из моделей является прекрасным донором, состоящим из чуть более 600 деталей, среди которых попадаются полезные и весьма интересные. На сегодняшний день, помимо Kawasaki, в моей коллекции есть еще три мотоцикла подобного масштаба и детализации. Несмотря на то, что LEGO выпускает мотоциклы на 94-х колесах аж с 2010 года, копийные мотоциклы стали появляться только с 2017-го, когда вышел BMW R1200GS, он же Гусь. Затем, только спустя три года, LEGO представила красный, спортивный Дукати Панигали V4. А еще через три года любители Бэтмена могли пополнить свою коллекцию брутальным бэтциклом из одноименного фильма. И вот, не дожидаясь трех лет после выхода бэтцикла, на следующий, 2024 год, LEGO преподносит нам очередной мотоцикл. Kawasaki Ninja H2R, который ну до боли напоминает нам Дукати Панигали 2020 года. И это неудивительно, так как эти два трековых мотоцикла гоняют в одном классе. Поэтому, вольно или невольно, подсознательно или вживую, мне будет интересно сравнить их между собой. А что же по деньгам? Дорого. Очень дорого, особенно по сравнению с более дешевым прошлогодним бэтциклом. Цена LEGO Kawasaki на официальном сайте заявлена как 1100 шведских крон, или 85 долларов, ну или 80 евро. Но, благодаря большим торговым сетям, мне удалось сэкономить 300 крон, купив этот набор всего за 799, что все еще достаточно дорого. Но такая уж судьба у коллекционера. Единственная надежда, что LEGO не будет выпускать новые эмотики каждый год, а вернется в схеме трехлетнего ожидания. Ну, поживем, увидим. Но сейчас, по традиции, настало время открыть коробку, которая, как всегда, выполнена великолепно. Внутри, к моему удивлению, я нашел 4 бумажных пакета, так что время пластиковых пакетов подходит к концу. Помимо больших пакетов, в коробке есть маленький коричневый пакетик, в котором находится твердый прозрачный обтекатель, выполненный из жесткого пластика и имеющий встроенную балку на 3. Эта деталь является новинкой 2024 года и называется windscreen, или ветровое стекло, что делает ее, несомненно, лучшим решением, чем гибкая пластиковая пленка, которая использовалась в дукате, насаженная на мечи. Деталь, конечно, специфическая, и будет интересно посмотреть, в каких же наборах, кроме мотоциклов, она будет применяться в будущем. Далее в коробке находим черные колесные диски и две разные по ширине трековые шины, что совершенно аналогично шинам на дукате. А именно, передняя шина узкая, имеющая размер 94,2х22, а задняя широкая, размером 28 мм. Несмотря на разницу в ширине, эти обе различные покрышки прекрасно встают на идентичные 75-мм диски. Смею предположить, что такое решение будет использоваться и в дальнейшем, на новых гоночных лего мотоциклах, так как помимо Kawasaki и Ducati есть еще много производителей супербайков. Продолжая ковыряться в коробке, обнаружим маленький лист с наклейками, большинство из которых можно и не клеить. Кстати, а вы заметили, что среди наклеек нет наклейки с названием Kawasaki? Почему так, я расскажу чуть позже. Ну и в заключении достанем из коробки инструкцию, состоящую из 130 страниц. Начинается инструкция без какого-либо предисловия, ну или полезной информации о Kawasaki Ninja. А жаль. На последнем развороте находим лист с картинками собранной модели и ее основными функциями, а также список деталей. Ну а на предпоследнем развороте показан профиль настоящего байка и его сравнение с лего копией. За исключением отсутствия переднего крыла на лего версии, мне кажется, что мотоцикл собран достаточно реалистично. А вы что думаете? Ну да ладно, начинаем сборку. Для этого откроем первый пакет и посмотрим на интересные для меня детали. Из большого пакета также высыпаются два малых бумажных пакета, в которых находится всякая мелочевка. И вот среди этой мелочевки мне попадаются вот такие четыре желтые детали, называемые поршень. Хотя по сути это шатуны. Таких деталей я раньше не видел. Ну что неудивительно, ведь это же новинка 2024 года. Эти шатуны должны состыковываться с неким коленчатым валом, который в свою очередь собирается из-за вот таких необычных серых деталей, которые также являются новинкой. В последнее время лего много экспериментировала с миниатюрными двигателями. Ну вспомните, например, W-образный двигатель в Bugatti Bolid. И вот в этом 2024 году мы имеем новые детали, предназначенные исключительно для постройки макетов миниатюрных двигателей. И вот что получается при применении этих деталей при постройке вот такого четырехцилиндрового двигателя для Kawasaki. Но тут есть нюанс. При одинаковом объеме в 1 литр собранный четырехцилиндровый рядный двигатель Kawasaki будет визуально намного меньше, чем четырехцилиндровый V-образный двигатель Ducati, который, как и другие мотоциклы, был выполнен на стандартных древних лего цилиндрах. Далее. Так как мы уже знаем, что в мотоцикле будет реализованная двухступенчатая рабочая коробка передач, среди деталей мы находим муфту, оранжевый переключатель и кучу разноцветных шестеренок, среди которых не новая для лего, но новая для меня 20-зубая зеленая шестеренка с двухсторонним сцеплением с муфтой. Для задней амортизации байка будет использоваться один жесткий желтый амортизатор. А еще из-за интересного в наборе есть аж 23 относительно новых красных полупина с трением. Также в наборе будет 8 штук балок 2х3, L-образной формы, в четверть эллипса, ну если кому вдруг надо. И вот что получается у меня под конец первого этапа. В целом, набор приятно удивил меня количеством и ресурсным качеством своих деталей, большинство из которых как раз и находится в пакете номер один. К слову сказать, сборка первого этапа, по моему мнению, является самой интересной. Ведь тут нам предстоит собрать основную центральную часть мотоцикла, его двухступенчатую коробку передач, задел под амортизацию заднего колеса и, собственно, 4-цилиндровый рядный двигатель на новых деталях. Удивительно, но еще со времен Дукати я не устаю поражаться всему количеству функций, реализованных в таком небольшом пространстве. Теперь настало время для открытия второго пакета. Высыпав все содержимое, первое, что бросилось мне в глаза, так это два больших тормозных диска для переднего колеса. Деталь не новая, но очень уж заметная. Затем я увидел два амортизатора длиной 11L в новом, светло-сером цвете. У Дукати они, кстати, были покрашены под золото. Говоря про цвет, необходимо отметить, что в этом втором пакете находится много балок в зеленом цвете, уникальном для марки Kawasaki. Еще мне приглянулась панель 3х2х5, которая, очевидно, с помощью наклейки будет выполнять роль бензобака нашего мотоцикла. Ну а в двух маленьких пакетах, по традиции, находится всякая полезная мелочевка. Только не надо быть великим сыщиком, чтобы понять, что на втором этапе мы будем собирать переднюю вилку нашего мотоцикла. Кстати, из переднего колеса с установленными церковными дисками получается забавная игрушка «Волчок», которая вращается, ну, очень уж долго. Помимо этого «Волчка», на этом этапе меня также поразила детализация выхлопной системы, а именно, 4 патрубка, идущие от двигателя вниз мотоцикла. Уж больно аппетитно все это смотрится. Такое решение, кстати, напомнило мне аналогичные патрубки на бэцикле. Мне нравится. В итоге, по окончанию второго шага имеем собранную переднюю вилку, крепление которой, как мне показалось, выполнено более качественно, чем в том же «Дукате». А вот крепление колеса с амортизаторами на обоих байках совершенно идентичное, ну, что в принципе неудивительно. Кроме того, угол наклона рулевой колонки у Кувасаки чуть меньше, в результате чего его колесная база будет также чуть меньше по сравнению с «Дукатти». В общем, сборка второго этапа мне также понравилась, а получающаяся конструкция уже начинает походить на некий мотоцикл. Теперь приступаем к третьему этапу. Тут, на мой взгляд, гораздо меньше деталей, чем в других этапах. Хотя также присутствуют два маленьких пакетика, в одном из которых находятся звенья цепи, которых тут 38 штук. Из больших деталей тут имеется задняя ступица с тормозным диском, на которой и будет сидеть заднее колесо. Решение, к слову сказать, аналогичное «Дукате», где колесо фиксируется к маятнику лишь с одной стороны. А вот и самая лучшая новость. В наборе имеются две угловых панели 5х3х2 с принтом «Кавасаки». Вот вам и объяснение, почему отсутствует наклейка с этим именем. А в остальном, в этом пакете я не увидел того, что заслужило бы моё отдельное внимание. Очевидно, что на этом шаге мы будем собирать заднюю часть мотоцикла, поэтому самое время посадить широкую покрышку на свой диск. В процессе сборки собирается задний маятник, амортизирующий с помощью жёлтого амортизатора. По сравнению с «Дукате», амортизатор в «Кавасаке» установлен по центру, да и заднее колесо имеет небольшое заднее крыло, расположенное также по центру и являющееся симметричным. Это является значительным улучшением по сравнению с «Дукате», реализация заднего крыла в котором вызывала много нареканий. Рассказывая про детали, я упустил из виду вот такую L-образную балку 3х5 с перпендикулярно чередующимися отверстиями. Деталь полезная и, как я посмотрел, относительно новая, и впервые была представлена в наборах 2023 года. Но мне она попадается впервые. И вот, в конце третьего шага получаем почти готовый мотоцикл, который можно назвать Naked Bike. Но тем не менее, в нём уже реализована система выхлопка, патрубки которой завершаются огромной банкой глушителя. Правда, с наклейкой, имитирующей выхлопную дырку. Хотя, на мой взгляд, можно было бы использовать другой тайл с реальной дыркой посредине. Ну вот так, например. Но тем не менее, а вы помните, как реализован выхлоп на «Дукате»? С помощью панелей и наклеек. Вот и всё. Так что теперь вы понимаете, почему я так рад, как реализована система выхлопа на «Кавасаке». Огромное улучшение. Мне также непонятна реализация вставки систем с деталей, которая уж очень болтается, так как крепится всего лишь на один пин. Но в конце сборки эта деталь немного прижмётся, однако по-прежнему будет немного болтаться. На этом же этапе соединяем колесо с коробкой. При включении первой или второй передачи при вращении колеса происходит работа двигателя. А при нейтральном положении двигатель остаётся неподвижным. Причём при катании мотоцикл выдаёт интересный трескучий звук, что придаёт больше реалистичности при игре с ним. Далее. Тут же можно обратить внимание на подножки для ног пилота. Это очевидная функция, которая почему-то не была реализована в Ducati. Но самое существенное и замечательное различие между двумя байками заключается в том, что у Кавасаки есть простая и удобная боковая подножка, а не огромный подкат, который был у Ducati. Благодаря этому мотоциклам удобно играть и особенно хранить. Но теперь перейдём к заключительному четвёртому этапу сборки. Из интересного, тут чёрный круглый тайл 3х3, который попадается не так уж часто. Есть полукруглый маленький тайл и пару золотых коннекторов. Помимо этого, здесь есть много разных панелей и прочих деталей, которые помогут нам завершить сборку мотоцикла, придав ему реалистичную и узнаваемую форму. Одним из таких элементов является красивый передний обтекатель, внутри которого располагается панель приборов с показаниями скорости в 400 км в час. Собранный обтекатель устанавливается и фиксируется к раме мотоцикла и выглядит уж очень круто. В задней части мотоцикла мне также понравилась реализация задних стоп-сигналов, которых не было на Ducati, хотя место под лампы там есть. Короче, мотоцикл получается достаточно симпатичный, и осталось дособрать совсем немного. И вот, когда мотоцикл полностью собран, у меня накопилась горстка деталей, причем большая часть осталась после первого шага. И как говорится, на скорость это не влияет, и мотоцикл в любом случае получился великолепным. Вы просто полюбуйтесь на это. Следует также отметить, что на руле у Кавасаки имеются рычаги сцепления и переднего тормоза, чего не было на Ducati, как, собственно, и на других мотоциклах из этой серии. Мелочь, а приятно. Но не поймите меня неправильно. Действительно, в Кавасаке были исправлены многие косяки, которые присутствовали в Ducati. Однако Ducati по-прежнему остается красивым и интересным мотоциклом. Он немного шире, чем в Кавасаке, благодаря использованию панели оперения, которую, кстати, можно снимать, чтобы посмотреть на работу двигателя и коробки передач. В любом случае, Кавасаке более новый мотоцикл, в котором, к тому же, используются интересные детали. Так что, если у вас нет возможности иметь оба мотоцикла, а очень хочется, то Кавасаке будет очевидным для вас выбором. Но решать, как всегда, вам. Ну а я на этом прощаюсь. Спасибо за просмотр. Пока-пока.